Здравствуйте, коллеги! Приветствую вас! Приветствую на Питрихс Дне. Вообще жизнь очень интересная штука. Находясь в потоке, мы не замечаем, как происходят изменения. Мы наслаждаемся жизнью, но только бросив взгляд назад, нам становятся видны те большие изменения, которые произошли. И готовясь к этой презентации, мы решили взглянуть назад на историю компании, на те последние 15 лет, как мы развивались и как менялся мир. Взгляните, какими были технологии в 2000 году. Мы пользовались дискетами, компьютер у нас был вот таким, такими были наши телефоны. Помните, как мы выходили в интернет? Я уверен, что многие угадают скорость, на которой соединился этот модем. Но я не буду вас мучить. Скорее всего, вы это должны помнить. Только 6% населения мира пользовались интернетом. 13 секунд загружалась страница. Сейчас даже не верится, 93 килобайта в среднем она весила. 3,6% населения нашей страны пользовались интернетом. И совершенно небольшое значение, 0,1% пользовались услугами. Покупали в интернете. Как выглядел Яндекс? Как выглядел Гугл? Кто вспомнит, что это за сайт? Это Mail.ru. Сразу видно, что тогда еще вы именем воспользовались. Питерих в 2000 году. У нас был вот такой замечательный сайт. Мы им очень гордились, он нам нравился. А вот это административный интерфейс третьей версии управления сайтом. Пожалуйста, а я не увижу вас. Как жаль, я хотел попросить вас поднять руки. Наверняка есть кто-то, кто помнит этот интерфейс. И он нам очень нравился. Он был прекрасным, функциональным, очень быстрым. Такова была компания тогда, а таковы были мы. Знаете, для стартапов принято говорить. Они начинали в гараже. Но в России вообще в гараже холодновато. Поэтому начинали мы в однокомнатной квартире. Это первая однокомнатная квартира, это наш первый офис. То, как мы начинали и то, как мы работали. Технологии менялись. Менялись очень быстро. В 2005 год ноутбуки стали тонкими. Мы стали пользоваться флешками. Появились смартфоны. И по большому счету iPhone изменил очень много. И на смену модемам пришла беспроводная связь. Мы стали пользоваться 3G, мы стали пользоваться Wi-Fi. И изменился и сам интернет. Про него стали говорить, что он интернет 2.0. Во-первых, уже четверть населения Земли стали пользоваться интернетом. 7 секунд загружался сайт. 300 килобайт уже размер страницы. И примерно столько же, 25%, ну 21% делали покупки и пользовались интернетом. Так выглядели лидеры рынка. Mail.ru стал уже похож на то, что мы сегодня знаем. Google. И появился Facebook. Появились соцсети, появился контент, который стали создавать пользователи. И опять же не верится, что это происходило так недавно. Компания тоже менялась. Так выглядел наш сайт. Это дерево, этот дизайн. Мы очень долго не хотели от него отказываться. Почему-то нам очень нравилось. Потому что, наверное, тогда перестал существовать сайт веб-студии. И появилась только продуктовая компания Bittrex. А это административный интерфейс. Как выглядел управление сайтом в те годы. В момент, когда мы его выпускали, я думаю, что это был один из самых ярких и самых вообще удобных интерфейсов. Но время шло, приходилось развивать продукт и приходилось обновляться. И в эту пятилетку мы стали называться 1S Bittrex. Появилась совместная компания. И мы выпустили еще один продукт. К управлению сайтом у нас появился корпоративный портал. В 2008-2009 год примерно появился этот продукт. Мы начали учиться понимать новый рынок. Мы начали учиться работать с новой аудиторией, с новыми клиентами. По большому счету мы начинали использовать те технологии, что есть. Но мы были тогда уверены, что соседние рынки обязательно поменяются под действием этих технологий. Технологии шли вперед. Последние пять лет наши ноутбуки стали, безусловно, тонкими. Началась эра андроида, если так можно сказать. И вообще смартфонов. Их стало очень много. Мы все меньше пользуемся накопителями, все больше пользуемся облачными сервисами. Ходим документы в облаке. И зачастую мобильная связь 4G LTE надежнее, чем тот Wi-Fi, который бывает в больших помещениях, в больших зданиях, где бы то ни было. И интернет стал меняться. Я называю этот интернет 3.0. Интернет, который используют для того, чтобы менять рынок, для того, чтобы переделить рынок, создать новое качество или новые услуги. К 15-му году 43% населения всего мира пользуются интернетом. Полторы секунды в среднем загружается страница. Она уже весит больше 2 мегабайт. Рунет 57% и треть населения страны что-нибудь обязательно покупала в интернете. Как выглядят лидеры? Кстати, много лидеров изменилось. Появляются игроки, которых раньше никогда не было на рынке. Бывает, что использование интернета позволяет переделить соседние рынки. Каких результатов добился Авито? А вы наверняка помните другие проекты, которые работали в этом сегменте, давали объявления или предоставляли услуги. На сегодняшний момент лидеры поменялись. Когда мы добавляем мобильные технологии, либо интернет-технологии к традиционным бизнесам, то могут измениться даже привычные услуги или сервисы. Как изменилось такси, как появился Uber, GetTaxi, Яндекс.Такси. И мы совершенно по-другому стали пользоваться привычной услугой. Менялась и компания. К 2015 году в нашем распоряжении совершенно новое управление сайтом, другой административный интерфейс. Bittrex24. Корпоративный портал пережил большую реинкарнацию. Из просто корпоративного портала превратился в два продукта. В облачный Bittrex24 и в коробочную версию 1SBittrex24. У нас появилась интерпрайс-версия, появились мобильные решения. Комплекс технологий, которые стала выпускать компания, становится все больше, и решения становятся более функциональными. В 2015 году компания Bittrex-разработка стала резидентом Сколков. Возможно, по этой причине мы собираемся в этом году здесь. Для нас это тоже стало большим решением. Немного результатов к 2016 году. Один из Bittrex. Управление сайтом. 63% сайтов, коммерческих сайтов, работают на этой платформе. В соответствии с рейтингом RUNETA номер один. С рейтингом iTrack, извините. С рейтингом RUNETA мы занимаем номер один, и 26% магазинов из ТОП-100 работают на наших технологиях. Рейтинг, который мы каждый раз удивляемся, и каждый раз заглядывая, удивляемся тому месту, которое мы занимаем в мире. Bittrex считает рейтинг систем управления сайтами. В 2011 году мы занимали 13 место, а уже готовясь к этой презентации, заглянув, мы обнаружили, что с 8 места мы поднялись на 7. И выше нас находятся только коммерческие системы и коммерческие продукты. 14 тысяч партнеров. Большинство компаний, производящие сайты в этой стране, используют технологии 1S Bittrex. Если мы скажем и о том количестве клиентов, которые пользуются нашими технологиями, то для управления сайтами это 170 тысяч клиентов. Мы, наверное, даже точно не знаем количество сайтов, потому что зачастую на одном проекте создают 2, 3 и более решений. Это компании как среднего, малого бизнеса, так и крупнейшие бренды, которые используют наши технологии. Очень быстро развивается Bittrex 24. Став фактически международным проектом, локализованный на 12 языков, зарегистрировано 1,2 млн компаний. Готовясь к этой презентации, мы выяснили еще одну удивительную вещь. Во-первых, кстати, многие забывают об этом, сам Bittrex 24 разработан на управлении сайтом, на той же самой технологии. И зачастую наши разработчики, выпуская функционал или выпуская модуль, не знают, где он будет использоваться. В управлении сайтом, в Bittrex 24, в коробочной версии или в облачной версии. Но на сегодняшний момент Bittrex 24 обрабатывает в сутки 65 миллионов программных страниц. И обсуждая и готовясь к презентации с Сашей Демидовым, он вдруг сказал, ты знаешь, и проверив рейтинг топ-10 сайтов Рунета, он сказал, мы уверены, что попадаем с четвертого по восьмое место в самые нагруженные сайты, которые есть в этой стране. И Bittrex 24 входит в топ-10 самых больших проектов Рунета. Компания развивается, меняются технологии, меняются решения. Очень важно, и, наверное, это большое подспорье для нас с вами, что технологии управления сайтом и технологии Bittrex 24 друг друга дополняют. Они созданы на одном решении, они технологически работают вместе. Технологические интеграции позволяют каждому из этих продуктов давать новое качество. И, без сомнения, продвигая каждый из продуктов, мы дополняем огромные преимущества и для одного, и для второго продукта. Компания становится сильнее, и нам с вами становится легче конкурировать на рынке. Ну что ж, мы готовы к тому, чтобы представить вам новую версию управления сайтом. И я приглашаю на сцену своих коллег. Прошу. Здравствуйте, Дима. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Так, ну что ж, мы готовы к началу презентации. А нам говорили, что, возможно, будут некоторые изменения, потому что два автобуса мы ждем, коллег, или мы движемся дальше? Я думаю, стоит продолжать. Движемся дальше. Жаль. Итак, начинаем презентацию новой версии 16.5. О, смотрите. Вот и два автобуса. Тогда мы ждем. Вот они, два автобуса. Коллеги, проходите, вы как раз вовремя. Эти два автобуса и будут располагаться. Тогда мы должны развлекать. Давай сделаем небольшое объявление. Давай сделаем небольшое объявление. Коллеги, мы сегодня решили... Коллеги, проходите вдоль сцены. Ту часть зала. Проходите, чтобы удобно располагаться. Есть формат приема вопросов от вас, взаимодействия с вами. Не будет традиционных микрофонов, но есть мобильное приложение. Вы можете его скачать в App Store и Google Play, установить себе, и все вопросы докладчикам по каждому докладу отправляйте именно там. Кроме этого, для тех, кто смотрит нас в онлайне, внизу под плеером трансляции есть чатик. Прямо туда можете отправлять свои вопросы для того, чтобы мы могли на них отреагировать. В конце каждого доклада Михаил будет зачитывать эти вопросы, и мы сможем ответить на все их. Ну, я вообще думаю, что часть вопросов будут отвечать непосредственно в процессе, коллеги. Помогая, подсказывая. Коллеги, проходите, пожалуйста. Не хватает транспортной доступности, да? Для Сколково. Кстати, размышляли, не переехали ли нам сюда офисом. Голоса разделились. Половина сказала, да, замечательно. Половина говорит, нет, это далековато. Очень интересная площадка. Один минус. Сложная навигация. Да, с навигацией на этой площадке действительно получается непросто. В общем, в любом случае, если вы потеряетесь, вы просто ищите людей в красных футболках или в голубых футболках. Так, ну что, мы можем продолжать? Спасибо большое. Так. Моя вода будет. Еще раз напомню, мобильное приложение, обязательно используйте вот эти два тега, Bittrex Conf и Bittrex Day. Ну, мы начинаем? Мы начинаем. 16.5 версии. Мы на корпоративе на последнем спорили. Вообще, у нас есть некоторый спор, сколько нам лет, но у нас точно нет спора, сколько лет управлению сайтом. Ему 16 лет. Фактически, мы каждый год выпускаем по две версии. Сейчас у нас версия, как мы говорим, весенняя. Правда, она попала у нас в лето. Итак, мы представляем вам новую версию. Сегодня мы представим вам целый большой блок коммуникаций на сайт. Это онлайн-чат, это открытые линии, CRM-форм, ну, обратный звонок. Замечательную технологию Автокомпозит. Очень долго готовили, и я прям рад, что мы готовы ее представлять. Представим облако интересов и большое обновление нашей персонализации. Большой блок связан развитием платформы. И мы покажем вам и расскажем, каким образом нам удалось в два раза сделать Bittrex быстрее и значительно увеличить его масштабируемость. В рамках этой презентации мы рассчитываем сделать несколько живых демонстраций. Причем их довольно много. У нас есть риск, потому что Wi-Fi очень часто не справляется на массовых мероприятиях. Но, тем не менее, мы решили рискнуть и провести презентацию внутри. Презентации. Итак, сайт. Современный сайт очень часто можно воспринимать как набор сервисов. Покупая даже нашу коробку, вы покупаете с ней целый набор. Это и облачный бэкап, и это система мониторинга, и это и скорость сайтов, и целый ряд других сервисов. Есть сервисы, которые размещаются дополнительно для сайта. Платежные системы, службы доставки. Но с точки зрения клиента, с точки зрения клиента, это все сайт. Что бы на этом сайте не стояло, он оказывается на этой странице, на этом урле, и он предполагает и считает, что он коммуницирует с компанией и общается с компанией. Но концепции изменились. И мы расскажем вам о первом блоке, который мы в целом озаглавили, как коммуникации на сайт. Люди, которые приходят на сайты ваших клиентов, на ваши сайты, привыкли определенными путями коммуницировать с вами. Это и онлайн-чат, уже привычный инструмент. Это и соцсети, через которые они могут обращаться к вам. Ведь каждый из вас знает, что гораздо проще написать Facebook. Быстрее реакция будет. Это и обратный звонок, очень удобный инструмент, особенно для интернет-магазинов. Привычная для всех. Классическая телефония. Классическая, обычная телефония. Формы, любые формы обратной связи, которые могут быть установлены на вашем сайте и сайте ваших клиентов для того, чтобы коммуницировать с вами. Ну и, наконец, традиционная электронная почта. Весь этот блок инструментов отвечает за коммуникации. И мы поставили перед собой задачу обеспечить комплексным решением и закрыть каждую из этих задач. Представить готовое решение, отвечающее всем потребностям, современного сайта. Появился новый раздел в административном разделе. Он называется «Клиенты». Собственно, в этом разделе вы увидите большой блок того, с чем вы сможете работать. Чуть позже я о нем расскажу поподробнее. Но попадая на эту страницу, вы познакомитесь с тем, что это за раздел, как подключить его к сайту. И вам достаточно будет подключить тот Bitrix24, который у вас есть, либо создать, потому что часть сервисов и часть возможностей, которые окажутся на этом сайте, будут получаться через Bitrix24. Какие разделы в вашем распоряжении? Во-первых, конечно, общий блок по подключению и взаимосвязи этих продуктов. Онлайн-чат, и мы об этом сейчас будем разговаривать отдельно. Открытые линии, обратный звонок и CRM-формы. Конечно, мы посчитали нужным подключить телефонию. Весь этот набор инструментов настраивается и подключается в разделе клиенты. Там есть еще и омниканальная CRM, но это не в рамках этой презентации. Давайте попробуем рассказать и показать каждый из блоков коммуникации. Итак, онлайн-чат. В определенном смысле уже привычный инструментарий. Более того, согласно недавнему исследованию, казалось, что именно онлайн-чату люди доверяют больше всего. 73% людей наиболее удовлетворены именно этим способом взаимодействия с вашим сайтом, с вашей компанией. Возможности быстро получить ответ, возможности в реальном режиме времени, не в рамках электронной почты, коммуницировать с компанией. Заходя в раздел клиенты, онлайн-чат, вам достаточно будет сделать несколько параметров для того, чтобы у вас на сайте появился онлайн-чат. Какие параметры? Вы можете поставить этот чатик на все страницы сайта. Можете поставить только в корзину или на страницу оформления заказа. Какой-то пользовательский раздел можете выбрать, ну или вообще указать произвольную страницу. Кроме этого, вы можете не показывать чат, если операторов нет в онлайне. Знаете, как это раздражает, когда вы пишете кому-то, желая очень быстро получить ответ, а человек в оффлайне. Мы сделали галочку, которая позволит избавиться от этого. Ну и, наконец, вы можете управлять размещением такого виджета на странице. То, что вы сейчас видите, это минимальные настройки, которые позволят вам запуститься прямо сейчас. Первый набор настроек, который мы предоставляем для онлайн-чата. Вы сможете настроить время задержки. Некоторым важно, чтобы пользователь немножко походил, для того, чтобы можно было ответить и поддержать его вопросами. И этого достаточно для того, чтобы на сайте появился онлайн-чат. У вас появится, соответственно, иконочка. Традиционно, как вы привыкли, ее можно будет настраивать в дальнейшем. Давайте мы попробуем показать, как это выглядит. Итак, у нас есть демонстрационный компьютер. Мы попросим подключить нам его и вывести в трансляцию. Юр, секундочку. Покажи нам, как работает онлайн-чат. Вообще, перед нами стояла сложная задача. Нам нужно, мы хотели все показать на компьютере и в браузере, поэтому первая задача это показать на компьютере. У Юры будет инструмент, которым он задает вопрос и в котором он отвечает. Итак, мы находимся на некотором сайте, приветствуем, отправляем обращение. Отвечать на эти сообщения можно непосредственно в десктоп-приложении, которое может стоять для Windows или для Mac, либо в браузере. Все ли у нас готово, Юр? Не уверен. Нам не пришло пока сообщение. Wi-Fi? Скорее всего, да? Давай попробуем еще раз. А так хотелось продемонстрировать все сценарии, да? К сожалению, не получилось, но у нас есть запасной ролик. Мы подготовились к этому сценарию. Тогда, коллеги, к сожалению, возвращайте нас на сценарий и давайте мы продемонстрируем, как это выглядит. Онлайн-чат. Вы набираете сообщение, пишете, и в реальном режиме времени оно оказывается в десктоп-приложении либо в браузере для Bitrix24. В десктоп-приложении оператор, который сидит на своем рабочем месте, просто в обычном своем любимом мессенджере в чатике Bitrix24 получает такое сообщение. Какие варианты у него есть? Во-первых, если он занят, он может делегировать кому-то из своих коллег это сообщение. Во-вторых, он может просто пропустить, если не его очередь. Ну и чаще всего, конечно же, будет просто ответ. Заработало? О, отлично. Коллеги, давайте попробуем вернуться в живую трансляцию. Еще раз верните нам демонстрационный экран. Так, у нас заработало. Давай еще одно сообщение, чтобы у нас все получилось. Напиши сообщение в браузере на сайте. Давай еще раз. Сообщение приходит. Пришла нотификация. Итак, можно принять или не принять сообщение. Ответить, пропустить или переадресовать это сообщение. Ну, мы нажимаем, конечно, кнопку «Ответить» и вступаем в диалог с человеком, который пишет на сайте. И давай на всякий случай, пока идет обсуждение, подключи меня на мобильном устройстве. Вообще, вести диалог с клиентом, вы, как владелец магазина, можете не обязательно в дисктопе или в компьютере или в браузере. Вам достаточно поставить мобильное приложение. У меня пришло сообщение о том, что меня подключили. Тебя, кстати, тоже подключили. Да. Да. Смотрите, пишем тест. Ну, я не буду с вашего разрешения оригинальным. Вот появилось сообщение. И я очень рад, что все работает. Вообще, большие локальные сети по Wi-Fi доставляют больше хлопон, чем мобильные сети. Итак, мы продемонстрировали вам, как работает онлайн-чат, как с сайта будут поступать сообщения внутрь вашей коммуникационной среды, где вы уже сможете отвечать и обрабатывать на сообщения пользователей. Давайте вернемся к нашей презентации и продолжим рассказ. Итак, онлайн-чат. Это виджет, интерфейс, который вы размещаете на сайте. Все сообщения поступают, мы называем это очередью. Все сообщения поступают в очереди, в которой у нас был только Юра Волошин на текущий момент ответственным. Но вы можете разместить там столько ответственных, сколько необходимо. Фактически, эта очередь очень похожа на то, как настраивается АТС. Очередь в телефонии. Да, можно получать сообщение первому, если у вас есть секретарь, либо равномерно распределять между разными сотрудниками. Это очень легко настроить. Самое главное, что это доставляется на рабочий стол каждого человека и каждого сотрудника, который в дальнейшем будет отвечать на сообщения. И представляя этот комплекс, мы даем полный комплект для сайта. Один онлайн-чат, до 12 сотрудников в очереди, количество сессий не ограничено, число пользователей не ограничено. Ну и все это можно поставить на любое количество сайтов. Это можно, конечно, поставить на любое количество сайтов. И самая важная, наверное, часть, все это можно получить для своего сайта на один из битрикс бесплатно. И это замечательно. Очень долго мы как бы не подходили к этому сегменту, мы долго ждали, мы хотели достроить весь комплект и собрать полный набор. Но давайте покажем дальше весь набор, как он устроен. Следующий инструмент открытые линии. Подобранное специально название открытых линий. Те самые открытые линии, которые еще несколько, пару недель назад мы презентовали в B3GVA4, и люди прекрасно, с восторгом приняли этот инструмент. Вам достаточно просто написать компанию, с которой вы хотите связаться через мессенджеры или через социальные сети, и человек оператор в компании получит это сообщение и точно так же через бизнес-мессенджеры. И не только соцсети, это и мессенджеры, и другие инструменты. Он сможет на это отреагировать. Все подключается так же, как мы только что подключали онлайн-чат. Параметры, настройки в разделе клиентов, этого достаточно, чтобы работало. Уже непосредственно в открытых линиях вы подключаете те мессенджеры, которые мы поддерживаем сегодня. Но я обращу ваше внимание на инструменты, которые выводятся. Давайте попробуем показать сценарий. Еще раз рискнем. Еще раз рискнем. Мы будем каждый раз рисковать. Сначала, да, по поводу вообще того, как это все устроено. У нас сверху представлен наш инструмент веб-чата, онлайн-чат. И, собственно, мы даем возможность в открытых линиях помимо онлайн-чата подключить Facebook, ВКонтакте, Telegram, Skype. И ведь это очень быстро работает. Буквально три дня назад на выходных Женя Шлинков говорит, давай подключим украинскую и белорусскую страничку в Facebook. Он создал эти открытые линии. Я сам без чтения инструкции за две минуты подключил одну и вторую. И мы уже начали коммуницировать с нашими клиентами. Когда мы собирались, вот, боюсь, там, по-моему, 9 тысяч открытых линий было создано. Те, которые уже клиенты подключили к своим социальным аккаунтам или к Telegram, выпустили боты и начинают коммуницировать со своими клиентами по-другому. Но принцип работы открытых линий точно такой же. Все сообщения поступают в единую очередь, где маршрутизируются между операторами и доставляются на рабочий стол конкретному сотруднику. Но дальше тот же сценарий. Ответить, переадресовать. А что, кстати, происходит, когда я не хочу принимать эти сообщения? Просто уходит в очередь другому человеку. А если меня нет на работе? То же самое. Сообщения тебе просто не поступают. Фактически ведь. Ну, давай скажем, что это все еще собирается в CRM. Давай мы попробуем продемонстрировать. Итак, мы опять переключаемся на живую демонстрацию. Теперь я попробую воспользоваться планшетом. Вот планшет, который у меня в руках. Смотрите, я тут поиграю немного чатом. А теперь обратите внимание уже это вроде бы тот же самый онлайн-чат. Но посмотрите на эти иконки. И если я, как клиент, оказавшийся на сайте, увидев Telegram, рассуждаю, так ведь мне удобно общаться в Telegram. Нажимаем Telegram и через сайт у меня открывается приложение на планшете или на мобильном телефоне, где я начинаю писать. Я смотрю, что у Юры открылась новая линия. Извините, я не буду сильно оригинальным. Я напишу привет. Хотя можно попробовать сфотографировать вас, коллеги. Давайте. Я всегда мечтал об этом, коллеги. Отправим в открытую линию. Скажем, у нас проблема. Нам нужна срочная поддержка. Итак, через Telegram фотографию отправили в открытую линию. И я могу продолжать дальше переписываться с компанией, с сайтом, по большому счету, используя Telegram. Давайте вернемся. У нас же еще есть несколько иконок. Давайте Facebook. Я нажимаю Facebook. Секундочку. И уже оказываюсь в мессенджере Facebook. Отлично. Я могу и здесь попробовать пооригинальничать, отправить тест. Вот и наш тест пришел. Юра нам отвечает. Пока он нам готовит ответ, я опять не буду оригинальным. Надо селфи было сделать. упустил возможность. Итак, все приходит нам в реальном режиме времени. Ну и, конечно, можно воспользоваться ВКонтакте. Здесь мы не будем уже сильно долго обсуждать. У меня тут переход в сайт получился. Сообщение. Таким образом, те приложения, которые установлены у меня на планшете или на мобильном телефоне начинают работать. Мне пришло уведомление. Ты мне ВКонтакте написал? А, мы обсуждали в Телеграме. Напиши мне, пожалуйста, что заказ укомплектован и доставлен или отгружен. Кто-то там уже помогает нам, да? Помните, как было на предыдущей презентации? Итак, я открываю Телеграм, я получаю пуш-уведомления, я получаю полный комплекс, который позволяет мне в дальнейшем полноценно коммуницировать с клиентом. Я получил сообщение. Спасибо большое, Юр. И я очень рад, что все это получилось и мы смогли вживую продемонстрировать прекрасный функционал. Верните нас, пожалуйста, презентации. Это наш запасной ролик. Вы понимаете, да? То есть мы подготовились на всякий случай. Итак, открытые линии. Открытые линии помогают связать вас с вашим клиентом, клиентов, ваш клиент с их покупателями. Вконтакте, Facebook, Telegram, мессенджеры, социальные сети. Что очень важно, ведь вы реально видите настоящее имя, фамилию, вы получаете аватарку, вы сможете в дальнейшем коммуницировать с этим клиентом. Это сильно полезнее получается, чем просто онлайн-чат с анонимным пользователем, гостем, который должен запоминать какие-то инструменты. Все это распределяется по правилам очереди, можно перенаправить на своего коллегу, который может профессионально ответить на этот вопрос в реальном режиме времени. Ну и, конечно же, все это интегрировано с CRM, та самая незаметная CRM, которая наполняется данными с открытых линий. Мне очень нравится идея объединить открытые линии и онлайн-чат. Мне нравится, что пользователям предлагаются те коннекторы, которые подключены, и вы сможете непосредственно с сайта, ведь чаще всего пользователи находят именно сайт, они могут не разыскивать вас в соцсетях, они могут отправиться и коммуницировать с вами в удобном для них формате. Таким образом, мы представляем для каждого сайта одну открытую линию, 12 сотрудников очереди, мы нигде не ставим ограничения. Мы знаем, что бывают на коннектор и на какие-то другие еще вещи ограничения. Мы не устанавливаем таких ограничений. И это все бесплатно для всех клиентов 1S Bittrex. Сегодня Женя Шеленков и Катя Шеленкова смогут рассказать вам об этом инструменте, о том, как это настраивать. Так мы в этом же зале, да? В этом же зале, в 13.00. Обязательно приходите, Шеленковы нам расскажут об этом инструменте. Вообще, на сегодняшний момент у нас 5 потоков. У вас в руках программа, обращайте внимание на те доклады, которые вам интересны. Итак, движемся дальше. Обратный звонок. Еще один инструмент. Люди-то привыкли уже к этому инструменту. Ты знаешь, по-разному воспринимают, но воспринимают по-разному очень часто из-за очень высокой цены, из-за непонятной ценовой политики. Но в целом инструментарий кажется очень полезным. Вы получаете номер клиента. Можно лениво никуда не звонить. Можно просто вбить свой номер телефона для того, чтобы о связи с вами позаботились владельцы интернет-магазина. Самое ценное в этом вы получаете номер. Вы получаете номер, на который вы сможете в дальнейшем писать, обращаться и связываться. Подключается все точно так же, как мы вам показали. Отдельная страница и набор параметров. То есть вы можете определить, где у вас должна быть кнопка обратного звонка, всем ли ее показывать, как с ней работать, в каких разделах она должна появляться. Мне нужно объяснить вам, как мы решили это сделать. Хотелось сделать просто. Очень хотелось, чтобы обычная телефония, которая есть в компании, тоже оказалась задействована. Мы разработали сценарий, в котором виджет выглядит очень похожим образом. Чуть дальше поговорим. на самом деле это же общий виджет. Заполнили номер, происходит следующее действие. Номер приняли, записали в систему. Выполняется входящий звонок в компанию. При входящем звонке есть информация о номере. Проверяется по CRM, кто клиент или кто менеджер этого сотрудника. Если это новый клиент, тогда входящий звонок направляется непосредственно на очередь всех операторов, которые у вас назначены отвечать на входящие звонки. Следующий момент. Автоматический исходящий звонок выполняется на номер клиента. То есть в трубку произносится входящий звонок сайта. Вот если я сотрудник компании, мы попробуем это все продемонстрировать. Входящий звонок сайта и в этот момент происходит исходящий клиент. Очень простой сценарий. Сеанс разговора вашего оператора с клиентом будет обязательно записан. Он попадет в CRM. Все должно получиться. Давайте попробуем убедиться, что все должно так работать. Так, а мне, наверное, не нужно будет. Нам нужно переключить на демонстрационный компьютер, коллеги. Так, у нас есть форма обратного звонка. Давайте заполним заявку. Хотим, чтобы со мной связались. Итак, сначала обратим внимание вот на эту правую часть, на компьютер. Юра, если Wi-Fi нас не придет. Wi-Fi не подводи. Эх. Ну, бывает. Сейчас Юра поможет. У него там, по-моему, есть телефон и форма уже не через Wi-Fi. коллеги. Проходите, пожалуйста, в зал, располагайтесь. Мы пытались вчера понять, с чем связаны проблемы. Внутри локальной сети Сколково есть отдельные сервера безопасности. И они как-то анализируют трафик, который здесь происходит внутри. О, входящий звонок. Раскочил, не успел ответить. С живыми презентациями так случается. Хотелось бы было... Ну что, Юр, будем пробовать или вернемся к нашему... Попробуем? Эх, эх. Мы уверены, что... Сейчас сообщение приходит. Похоже, кто-то разгадал, да? Адрес сайта, с которого мы пишем и помогает нам. Ты же сам нажимаешь завершить. Да. Да. Он, главное, сначала отвечает, а потом нажимает завершить. Так больше не делай. Бывает. Мы волнуемся. Вы понимаете, да? Время идет, а у нас звонок не проходит. Итак, ну давай еще одну попытку. Если не получится, вы нам поверите на слово. Да нет, я ответить нажимаю. Давай. Вам тоже показалось, да, что он нам нажал на завершение? Хорошо. Давайте возвращайте у нас презентацию, не будем больше пробовать показать онлайновую часть. Как устроена эта часть? Запрос поступает через веб-форму, которая интегрирована с общим виджетом, он же онлайн-чат, он же открытые линии, он же форма для приема обратного звонка. Далее поступает входящий звонок. Еще раз подчеркну, это может быть дистоп-приложение, это может быть мобильное приложение, это может быть Windows, Mac, это может быть стационарный телефон, потому что можно подключать и СИП-телефоны, и можно подключать СИП-телефонные станции. То есть дальше вы можете перенаправлять эти сообщения в очереди так, как вам необходимо. И дальше происходит исходящий звонок. Самая важная часть, наверное, что подключение и размещение формы обратного звонка и сам сервис является бесплатным. Мы бы, конечно, исходящие звонки сделали бесплатным, но телефонисты не такие сговорчивые, не соглашались никаким образом. Но стоимость исходящего звонка вы платите только за исходящий звонок от вашего сотрудника к клиенту, то есть на тот номер, который был указан по тарифам В любом случае все по условиям вашего оператора телефонии. Да, либо по условиям вашего оператора, либо по телефонии, которая предоставляет Bittrex24. Конечно, защита по городам и по регионам для того, чтобы не было очень больших счетов. Этот вопрос обязательно продуман. Ну и важная часть, все это интегрировано непосредственно с сайтом. Один виджет на все решения задачи. Движемся дальше. В следующем телефония для интернет-магазина. Люди ведь очень любят поговорить по телефону. Ну ты знаешь, было бы странно, если бы мы вообще начали предоставлять телефонию как таковую, просто для того, чтобы ее предоставить. Мы хотели упростить жизнь оператору интернет-магазина. Ведь во всех сценариях присутствует звонок клиенту подтвердить заказ. Но если есть подтвердить заказ, значит, нужно попытаться это автоматизировать. И мы подключили телефонию непосредственно к управлению сайтом. Итак, раздел, в котором вы настраиваете и подключаете телефонию. Вы можете, кстати, указать номер своей компании или мобильный номер, с которого как бы будет выполняться клиент. То есть входящий звонок у него распознается тем номером, который вы укажете. Но тем не менее вы можете подключить и дополнительные номера. Но давайте посмотрим, как это должно работать. Юр, у нас в телефонии все получится? Ну, будем надеяться. Попробуем еще раз. Переключите, пожалуйста, на демонстрационный компьютер. Административный раздел управления сайтом. Заказ. Выбираем заказ Сергея. Переходим на просмотр. Случайно нашелся заказ, который делал я. И, собственно, наш телефон. Давай попробуем. Открывается дисктоп-приложение, выполняется звонок. Надо успеть громко сделать. Входящий звонок. Сергей, здравствуйте. Я ответил на входящий звонок. Я поговорил. Телефонный звонок был вызван непосредственно из административного раздела. Сам факт звонка зафиксирован. Запись разговора зафиксирована в CRM. И вам очень легко обзванивать клиентов, подтверждать заказы. Возвращаемся к презентации. На сегодняшний момент мы предоставляем входящие номера. Он вообще необязательный для того, чтобы работал и обратный звонок, и исходящие. Но, тем не менее, вы можете покупать и входящие номера. В 56 городах России. Для Украины это 11 городов. Для Казахстана телефония очень скоро появится. В Республике Беларусь не все так просто. Поэтому телефонии пока нет. Телефония. Готовая виртуальная АТС. Телефонный номер в 55 городах. Кстати, стоит он 490 рублей за номер. У нас не ограничены входящие звонки. Все по нашим тарифам или тарифам нашего мобильного оператора. Не ограничено количество входящих линий, что крайне редко бывает с операторами. Стоимость, опять же, исходящих звонков по тарифам Bitrix24. И все это интегрировано CRM Bitrix24. Звонки клиентам интернет-магазина. Прекрасное решение для того, чтобы дополнить весь комплекс. Движемся дальше. Я согласен, это действительно должно быть. Последний элемент, о котором мы забыли, к которому мы шли, это формы обращений, которые размещают на сайте. тоже используются, которые людям важны для того, чтобы запросить дополнительную информацию, и просто ставить какие-то контакты, что с ними связались. Помните, мы презентовали этот инструмент в Bitrix24 пару недель назад, а сейчас хотим показать, как мы то же самое реализовали в 1 in Bitrix24 управление сайтом? Опять же, раздел клиенты, опять же, раздел CRM-формы. Вы настраиваете список, создаете формы, давайте мы дадим возможность по следующим у нас слайдам поставить CRM-формы на сайт. Главная цель, которую мы хотели добиться, чтобы без сложности, без технических накладок, если так можно сказать, можно было создать простые, сложные CRM-формы, поместить их на сайт, либо сделать из них виджет, И не просто собрать данные, а сразу собрать, интегрируя их в CRM. Но тут мы решили сократить немножко время и показать вам ролик. Юра, помоги нам. Из раздела упражнения сайтов мы попадаем в настройки CRM-формы. Мы можем выбрать необходимые поля. Данная форма – это будет форма обратной связи. Я взял телефон, e-mail, фамилиями человека. Настроил форму, активирую, беру код этой формы, который находится в конце настроек. Обычный HTML-код. Да, обычный HTML-код. Выхожу на сайт, хочу поставить настройку этой формы в раздел о магазине. Захожу в настройки в нашем визуальном редакторе и добавляю форму. Форма активируется на сайте. Конечно, ее можно настроить на внешнему виду, по стилям, так как это необходимо для этого сайта. Мы видим, что попали данные в рамках CRM-формы и видим, что появился у нас лид. Это первый вариант размещения, когда CRM-форма встроена в сайт. Можно все упростить и получить просто виджет. Знаете, такой вариант становится очень популярным в последнее время, когда у вас на сайте не очень много форм, а, например, одна – обращение, заявки, консультанта, что бы то ни было. Ее хотелось бы на всех сайтах разместить, чтобы она помогала клиенту побыстрее с вами связаться. Это форма, которую мы называем форма через виджет. Вам достаточно просто, войдя в настройки, поставить галочку, что форма будет отображаться в виде виджета. Вы видите, она появилась на сайте, вы ее заполняете. Это та же самая форма, которую я набрал в первом показе. Я заполняю ее и отправляю ее на сайт. Все происходит аналогично. Форма появляется в CRM. Я даже скажу больше. Когда мы рассказывали про обратный звонок, мы чуть-чуть не договорили. Это тоже была CRM-форма. И данные с нее сразу попадали в лид. И вы, кстати, сможете ее легко настроить для того, чтобы кастомизировать или настроить ее для этого сайта. Таким образом, получаются два варианта. Встраиваемый в сайт, либо виджет на сайт. Быстрое размещение на любом проекте на 1С-Битрикс. Все, как мы любим, это интегрировано в CRM. Совершенно верно. Важный момент. Этот виджет интегрирован с онлайн-чатом, с открытыми линиями, с обратным звонком. И он будет согласованно работать со всеми этими элементами. Настройка параметров, безусловно, по внешнему виду. Ну вот, собственно, показано, каким образом, как может выглядеть сайт. Итак, кажется, мы завершили этот круг коммуникаций. Обратите внимание, что вот там мы сразу же закрасили кружочек e-mail. Нам вообще есть что сказать? Но, наверное, не сегодня. Нам есть что сказать, но мы решили, что нужно сэкономить немножко времени. И сегодня не обсуждать электронную почту. Но вообще большая победа собрать полный комплект инструментов. Создать единый виджет, который можно поставить на сайт. Создать виджет, который интегрирован между собой, в котором вы легко управляете параметрами показа, для того, чтобы ловить клиентов там, где они нужны. Дать возможность собирать данные с соцсети и общаться в мессенджерах. Ну и все это собрать в CRM, для того, чтобы у вас получился полный набор данных для последующей работы. Сайт про бизнес и коммуникации, они тоже про бизнес. Движемся дальше? Движемся дальше. Итак. Ой, мы тут с тобой это были сказать. Вообще бы мне очень хотелось везде написать бесплатный. Но вот из-за телефонии, из-за вот этого исходящего звонка. Ты хотел еще эффекта анимации, вылетающий штамп бесплатно. Совершенно верно. Вообще задача сделать некоторые вещи доступными, доступными для каждого проекта, очень часто стоит перед нами. И разрабатывая решения, разрабатывая технологию, мы, во-первых, конечно, как коммерческая структура, должны оставаться в экономике. Но в то же время мы все время стараемся разработать решения, которые каждый проект сможет поместить на свой сайт. И очень большая победа, что вот весь этот комплект инструментов можно разместить на своем сайте. Движемся дальше. Следующий. Автокомпозит. Без сомнения, вы уже хорошо знакомы с термином композитный сайт. Это патентованная технология. Мы очень гордимся тем, что смогли ее разработать. По большому счету она состоит в том, что мы разделяем сайт, как мы говорим, на слои и выделяем динамический слой. Ну, например, главная страница интернет-магазина становится статической, отдается с максимальной скоростью, по сути, статического сайта. И после этого получаются данные, которые приходят уже и динамически что-то обновляют, дополняют, либо показывают. А если большая скорость, то увеличение отклика, лучшее ранжирование, ну и, как опосредовано, рост конверсии интернет-магазина. Ну, как опосредовано? Это очень часто за собой величет. Как это выглядит? Обычно страница загружается, она сначала создается, создается, генерируется, потом передается. И только после того, когда она попала посетителю, начинается загрузка всех остальных ресурсов. Композитный сайт позволяет страницу отдать со скоростью GX. Вот со скоростью, которой отдается статический сайт, начать всю загрузку, получив по дороге динамические данные, которые необходимы. На сегодняшний момент 6 тысяч сайтов работают на технологии композитный сайт. Это очень большой результат. И наша самая любимая кнопка работает с 1S Bittrex. Она работает на 6 тысячах сайтов. Но это очень мало. Мы хотели бы, чтобы это число было как минимум на ноль больше. И, по сути, мы начали думать, почему получается долго. Тот или иной вариант. Почему не 60 тысяч? Почему не 160 тысяч? Но вообще, конечно, надо приложить заметные усилия к тому, чтобы композит сделать. То есть нужно программисту сесть и посмотреть на сайт. Посмотреть на компоненты, посмотреть на страницы, понять, как они работают, принять решения. И после того, когда все включили, надо еще не забыть за этим присмотреть. Потому что имеет он свойство иногда убегать. Для того, чтобы этого не происходило, требуются усилия. И это минус. Хотелось создать технологию проще. Но кто-то считает, что минус еще в том, что есть кнопка. Когда готовились к презентации, мы решили, что надо все-таки вынести это как минимум. Перед нами была задача. Мы еще не знали, как ее решить. Но задача состояла в том, что мы должны сделать технологию, в которую можно включить одну кнопку. Чтобы на сайте, вот реально большая зеленая кнопка. Ты подошел, нажал и композит заработал. И мы сделали такую кнопку. На самом деле пришлось очень много работать. И ту работу, которую раньше разработчик делал, анализируя компонент, принимая решения, мы обернули технологию автокомпозита. Мы смогли принять решение о том, как это будет работать без участия разработчика. Обычном сценарии с композитом, как мы говорим, нужно было заметное усилие на переход, проверить каждый компонент, настроить весь сайт, включить композита отладку, не забыть отладку выключить, промониторить работоспособность композита. Все эти усилия были нужны для того, чтобы композит работал. Это если глазами разработчика посмотреть на композит. Ну а с автокомпозитом все гораздо проще. Действительно, большая зеленая кнопка, после которой все начинает работать так, как мы задумали. Внутри, конечно, под этим много технологий. Вы обнаружите у компонента, у каждого, специальный режим композитный сайт, в котором появился режим авто, появился режим статическая, динамическая заглушка. Мы постараемся сами определить это. Но этот режим появился. В принципе, для того, чтобы все включить, вам не потребуется залезать в компонент. Сегодня Антон Герасимюк, один из авторов этой технологии, в зале Китай в 13.00 будет рассказывать о том, как же подключить автокомпозит на каждом сайте на платформе DNS-Bitrix управления сайтом. А я бы сказал, что с точки зрения клиента, раньше композит вообще был недоступен. То есть нельзя было просто так пойти и включить композит. Еще ничего не увидишь в итоге, кроме ускорения работы. Теперь каждый клиент, каждый партнер может зайти и включить композит на сайте. Итак, раздел выглядит таким же образом. Есть кнопка «Включить композит», и мы попросили Юру написать нам небольшой ролик. Но необходимости было демонстрировать это все вживую. И у нас готов сценарий. Вы находите раздел «Композитный сайт». Вы включаете композит. Мы потом рекомендуем вам после этого открыть некий браузер в режиме инкогнито, то есть чтобы у вас не было авторизации. Посмотреть его и убедиться, что сайт, во-первых, работает на композите, во-вторых, что все работает корректно. Мы когда готовились к презентации, Сергей и мне с Юрой прогоняли слайды. Сергей говорит, у тебя на сайте установлен вообще композит? Я говорю, ну он как бы работает вообще. Что-то там… Да нет, у тебя не было композита. Ну что, ты говоришь, там не некогда, у него блок свой был. Ладно, хорошо, согласен. Они мне за две минуты все включили, теперь у меня сайт летает, и кнопка работает. Это правда. Признаюсь, у нас больше 30 сайтов, мне кажется, да? Больше. Ну, наверное, на пяти из них работал композит. На вопрос Антона Яшкова, почему остальные не на композит? Он говорит, некогда. Вопрос всегда, наверное, ответ всегда обычно один. И к этой конференции мы переключили все наши сайты. Его ушло там несколько часов. Он там потестировал, посмотрел, убедился. Его восхищение состояло в том, что он раньше не мог этого сделать. Ему нужно было большую работу проделать для подготовки сайтов на композите. И он смог переключить все сайты и сделать их быстрыми. Лучший способ проверить, что композит работает, конечно, эта кнопка работает быстро с 1S Bittrex. Но есть еще один способ. Он называется скорость сайта. Вы помните, есть у нас такой облачный сервис. Он бесплатный, он включен в каждый продукт. И считает тысячу последних ваших посетителей. И если страница отображается до 0,5 секунд, мы говорим, это очень быстро. Все правильно. Вообще современные требования считаются 0,6 секунды. Страница должна появиться перед глазами. Она может потом еще догружать картинки, элементы. Но человек ее должен распознать. Вот до этой скорости все отлично. И, кстати, 70% сайтов на платформе 1S Bittrex работают быстро и очень быстро. То есть загружаются быстрее одной секунды. Да, мы обсчитываем, ведь мы же на эти цифры смотрим. Мы видим, что сайты работают быстро. Но очень многие, обращая на это внимание, без композита сталкиваются с тем, что сайт работает не всегда быстро. Мы обновили этот облачный сервис. Мы выпустили для него, помимо самого сервиса, мы выпустили целую географическую карту, на которой показали, где расположены ваши клиенты. И после включения композита вы наверняка увидите изменения. С 1,8 секунды до 0,72. Мы не показали, какой это сайт, но это был настоящий проект, на котором просто произошло включение автокомпозита. Я бы хотел отдельно сказать о карте, которая предоставлена для скорости сайта. Посмотрите, что можно сказать про этот сайт. Что он очень экономит на своих клиентах. Потому что размещают он его, скорее всего, в Ирландии, а клиенты его расположены где угодно, только не в Ирландии. В принципе, это тоже метод. С композитом так можно делать. Но лучше попробовать перенести и поместить его где-нибудь в стране, для того, чтобы показать вам, где расположены ваши посетители и какая скорость сайта конкретно из этой точки. Вообще удивительные вещи можно узнать. Во-первых, вы физически увидите, где расположен ваш сервер. Расстояние. Но все-таки, как говорит Вадим Думравану, физику не обмануть. Все-таки по проводам, пакетам нужно пробежать. Приближайте своих клиентов непосредственно, свои сервера непосредственно своим клиентам. Ну и обращайте внимание на скорость сайта. Итак, автокомпозит. Не требует разработчика. Может быть включена обычным пользователем. Ну и автоматизируют все процессы по подключению, конечно же. Это новый уровень развития технологии. По сути своей она не изменилась, но она стала значительно лучше и значительно более совершенной. Сделала технологию подключения композитного сайта просто доступной для каждого нашего пользователя. Включая композит, вы без сомнения повысите скорость своего сайта для отображения, увеличите конверсию и с точки зрения поисковика вы будете один из лучших сайтов для ранжирования. И это следующий уровень развития технологии. Самый сложный вопрос. Сколько должна стоить кнопка? Вы знаете, что сегодня отключить кнопку стоит 300 тысяч. Знаете, вот как раз сегодня в Республике Беларусь прошла деноминация. Все цены уменьшились ровно в 10 тысяч раз. Я, кстати, чем там чувствовал. 10 тысяч раз мы не можем. Я чувствовал себя миллионером. Сейчас немножко как-то не так, но мы решили с этой цифрой тоже что-нибудь сделать. Давай выбрали вот ноль. Давай динаминируем на ноль. Мало, на два. Слушай, ну три тысячи. По 300 рублей? Еще. Ну не по 30 же. Вообще несерьезно как-то. Я согласен. Согласен. И мы решили дать возможность отключать вам кнопку скорости сайта. Мы будем вам очень признательны, если вы этого не сделаете. На самом деле ведь крутая технология. Но если ваш клиент принципиально говорит, я хотел бы, чтобы размещен там был логотип вашей веб-студии, тогда мы вас понимаем. Компания 1С Bittrex представляет уникальную технологию разработки сайтов. Композитный сайт. Скорость отклика сайтов в 100 раз быстрее, чем ранее. Пользователь мгновенно получает контент с страницей. Ваш сайт поднимается выше в результатах поиска. Растет конверсия интернет-магазина, а значит и ваш доход. Мы объединили скорость статического и возможности динамического сайта. Страница разделяется на две составляющие – статическую и динамическую. Статическая часть отображается мгновенно, а динамическая часть подгружается незаметно для посетителя. Вы не заметите технических сложностей. Вы просто будете знать, что ваш сайт быстрее других. Любой сайт на платформе 1С Bittrex может стать композитным. Технология доступна для подключения даже не техническим специалистам. Композитный сайт. Будь быстрее конкурентов. Коллеги, я очень горжусь этой технологией. Я считаю, что это совершенно уникальная отстройка. И мы не случайно ее патентовали для того, чтобы защитить использование. И когда мы готовились к этой презентации, у нас появился лозунг, который, я уверен, вы с нами разделите. Даешь композит каждому сайту. Быстрее Bittrex сайтов нет. Нельзя сделать сайт быстрее статического. Нельзя сделать сайт быстрее композитного. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Следующий раздел. Большие данные. Большие данные и сегмент персонализации. Большой, важный, функциональный блок компетенции, который обладает наша компания. Это бесплатный сервис. Он встроен в каждый интернет-магазин. Что самое интересное для владельцев магазинов, он повышает конверсию от 10 до 30%. Но это большие цифры. Большой охват интернет-магазинов. Я бы так сказал, самый большой охват интернет-магазинов по сервисам персонализации. Универсальные компоненты, открытые API и так далее. Объемы. Почему называются большими данными? В месяц сервис обрабатывает 3 миллиарда 600 миллионов действий пользователей. 24 миллиона выданных рекомендаций. 250 миллионов уникальных пользователей. 100 тысяч сайтов предоставляют данные для обсчета, для больших данных. Огромные объемы. Сервис справляется и обрабатывает их зачастую в реальном режиме времени, иногда обрабатывает в ночном, либо в пакетном режиме. И мы постоянно совершенствуем эту технологию. Стараемся найти те моменты, в которых, например, мы были не очень точны, или в которых мы в первую очередь можем дать совсем новые рекомендации. Есть категория клиентов, которые, ну давайте условно только появились для вашего сайта. Новый пользователь, новый посетитель. Небольшой сайт, но у него не так много контента для предсказаний. Ну или какие-то особенные товары. Да, или у него какие-то особенные товары. Эта категория проектов, в общем, достаточно сложно поддавалась прямым рекомендациям. Но есть еще один момент. Вообще, вам было сложно руками пощупать, как работает персонализация. Ну вроде она работает, но надо заказы ждать, смотреть. Ну прям вот не удавалось пощупать вживую. Мы решили разработать новую технологию, которую мы называем облако интересов. Большие данные, облако интересов. Как это работает? Когда я хожу по какому-то сайту, собираются интересы этого пользователя. Мы собираем в реальном режиме времени некое облако тегов. Когда посетитель ходит по сайту, по вашему сайту, мы анализируем облако предложений, которое может сделать ваш сайт. И в момент, когда они пересекаются вместе, мы можем дать понятную рекомендацию на пересечении облака интересов пользователя и того облака интересов, с которым работает ваш пользователь. Я хотел отключить во время презентации. Итак, давайте попробуем продемонстрировать, а потом еще раз объяснить, как это устроено. Переключимся на демонстрационный магазин. И мы попросили Юру. Я открыл страничку в режиме инкогнито. Перехожу как раз на тот сайт, про который Сергей говорил, что у него уникальный контент и очень сложно давать рекомендации. Сайт ничего не знает обо мне и он не выдает какую-то рекомендацию. Скорее всего, это топ-продаж, который есть на этом сайте. Сейчас, секундочку. Этот сайт торгует тортиками. Давайте еще раз. Мы на него зашли под новым пользователем. То есть мы для него совершенно новый посетитель. Наберем немножко историю. Давай заглянем на сайт по машинам. Что у тебя там? Давайте начнем с подарка для дочки. Давай. То есть мы посмотрим какие-то интересные наклеечки. Зайдем на сайт, который продает… Не использует сайт композит. Вот он Wi-Fi. Нет, это Wi-Fi. Пусть пока он там открывается. Хотим посмотреть машины. То есть от сайта для дочки мы перешли к машинам, которые тоже можно выбрать. И теперь мы можем перейти на сайт и посмотреть, как изменилась рекомендация. Возвращаемся на сайт тортика. Обновим для того, чтобы посмотреть блок персональных рекомендаций. Вот он, персональные рекомендации. А вот у нас Мерседес. То есть мы смотрели миньонов, нам вышли миньоны, мы смотрели машину, нам предложили сделать подарок. Слушайте, мне это очень круто. В реальном режиме времени мы буквально через несколько кликов собрали интересы пользователя и дали ему персональные рекомендации при посещении какого-то конкретного магазина. Открылся третий проект. На этом проекте нам предлагали костюм русалочки. И заходя на сайт мы видим, что обновилась информация уже по предложению. Нам уже предлагают… Ты вот об этой русалочке. Да. Нам уже предлагают русалочку в виде подарка. Так работает сервис облака интересов. Давайте поаплодируем. Это действительно очень крутая технология. Крайне редко удается создать технологию в реальном режиме времени работающую. Возвращаемся к презентации. Спасибо, Юр, за живую трансляцию. Еще раз. При посещении проектов происходит построение облака интересов. Я напомню, что вообще все технологии работают анонимно. Конечно, они не собирают никаких персонализированных данных. Строится облако предложений для сайта. И строится релевантное предложение по проекту. Опять у нас была живая запись. Все это происходит в реальном режиме времени. И все это происходит в реальном режиме времени. Для тех цифр и для тех объемов, которые обрабатывает сервис больших данных, это фантастическая прекрасная величина. Но еще одна важная вещь. Этот сервис бесплатен для всех клиентов 1С Битрикс. И это тоже замечательно. Мы уверены, что вы повышите продажи ваших интернет-магазинов. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин. С тысячи посетителей вы получаете выручку 1 миллион рублей. Но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Битрикс Бигдата, который является частью платформы 1С Битрикс. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями. При этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа. Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Битрикс Бигдата – один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Является составной частью платформы 1С Битрикс. Битрикс Бигдата. Конвертируйте в продажи лучших конкурентов. Прекрасная компетенция и очень важное значение для всей компании. Мы движемся дальше. Движемся. Следующее. Развитие e-commerce платформы. На сегодняшний момент интернет-торговля – один из лидеров рынка. Больше года назад, наверное, уже полтора года, мы начали реконструкцию платформы продаж. На сегодняшний момент она называется e-commerce платформа D7. Новая платформа продаж, новый интернет-магазин. И есть целый список критериев, почему мы занимались реконструкцией этой платформы, для чего мы это делали, и почему мы выпускаем эти изменения. Старый магазин завершил свою работу. Мы выбрали путь, по которому мы конвертируем проект. Мы ставили задачу сохранить ваши интернет-магазины, сохранить инвестиции, которые вы сделали в проект, и перевести их на новую e-commerce платформу. На сегодняшний момент 67% всех интернет-магазинов, а мы это видим по платформе обновлений, уже конвертировались в платформу D7. Когда мы только выпустили релиз, конвертировались в день тысячами проектов. На сегодняшний момент где-то 150-200 интернет-магазинов в день конвертируются на платформу D7. У нас есть упрощенная схема новой e-commerce платформы, как мы говорим. Если честно, мне Рыжиков поручил вот это объяснить. Лучше давай перелистнем этот сайт. Это объяснение того, какая крутая эта e-commerce платформа. Но важный тезис, почему все происходит, почему мы так действуем. И по сути e-commerce D7 – это единственное промышленное коробочное решение, которое полностью соответствует требованиям магазина современного масштаба. Вообще запускать магазин необходимо все быстрее и быстрее. Очень мало времени остается на его развитие или реконструкцию. В своем завершающем докладе мы отдельно поговорим о том, каковы изменения на рынке, каковы требования и для клиентов, и для партнеров. Давайте сейчас по платформе. Платформа выпускается последовательно, шаг за шагом. Уже выпущен целый блок того, что доступно работает, и в большинстве своем вы уже установили. Что мы представляем сегодня? Оформление заказа, раздел покупателя, подписка на товары, фут-ритейл продуктов питания, быстрое управление ценами, промоутер скидок и акций, мы долго искали имя, доставка и оплата D7 и холдинговая структура. Третий из четырех этапов. Но давайте по порядку. Процедура оформления заказа в D7. Так она выглядела раньше. Эта процедура не включала в себя все возможности, которые необходимы для D7. Поэтому задача стояла, во-первых, перейти на D7, во-вторых, поддержать всю функциональность и все, что требуется. Необходимо было реконструировать всю платформу. Но еще одна важная цель – это повысить конверсию. Потому что вообще форма заказа, наверное, одна из самых решающих для конверсии этапов при оформлении заказа. Один из наших любимых инструментов – АБ-тестирование. Знаешь, я когда был маленьким мальчиком, я во дворе с ребятами часто спорил, кто круче – Брюс Ли или Шварценеггер. Этот вопрос как-то завис, а до сих пор для меня не разрешился. А теперь я знаю, что если мне нужно выбрать между одним или вторым вариантом, мне нужно использовать АБ-тестирование. В общем-то, этот инструмент есть у нас в продукте. Это единственная платформа, в которой есть АБ-тестирование, и мы ее непосредственно использовали для того, чтобы выбрать, какой из вариантов новой формы по обработке заказов, по оформлению заказов будет лучше. Мы сюда представили краткую статистику. Тестов было сделано очень много. Было несколько магазинов, на которые мы ставили пилотную форму. Спасибо этим героям за то, что они экспериментировали, давали экспериментировать нам на своих клиентах. На скриншоте как раз финальный тест, который мы после этого теста мы эту платформу отдали всем клиентам, этот компонент. Ну, собственно, слева у нас платформа, это то, как было оформление сделано раньше, и то, как выглядит форма сейчас. По дороге несколько вариантов было отсеяно. У нас, к сожалению, Юра уже не будет времени подробно рассказать. Давайте про денежки немножко повторим. Вроде бы цифры небольшие, разница всего в 0,3%, но эти 0,3% для данного сайта, на котором это тестировалось, превратились в более чем 67 тысяч рублей. Что, в общем, очень хорошо. Повышение конверсии только за счет изменения процедуры оформления заказа. Давай немного покажем, как это выглядит. Мы видим новый компонент оформления заказа. В нем появилась возможность выбирать конкретные города, в которых находятся ваши клиенты наиболее часто. Можно, выбирая платежные системы, видеть какую-то информацию о них. Мы выбрали в данный момент доставку почты России. Система предлагает заполнить достаточно много полей, которые требуются для доставки почты. Выбрав доставку курьером, мы видим, что всего нужно заполнить только те поля, которые требуются для курьера. Форма заполняется достаточно просто. Форма заполнена, заказ оформлен. Чтобы установить компонент, вам достаточно положить его на страницу стандартно в нашем визуальном редакторе и выбрать дефолтный шаблон. Встроенный шаблон, это форма обработки заказов, теперь становится основной для всех магазинов. Все возможности по настройке этой формы без кастомизации. Таким образом, новый полностью переработанный компонент, автозаполнение полей, в том числе повышающая конверсия, поддерживаются все функции нового ядра и новой e-commerce платформы D7. Он полностью настраивается. Надписи, расположение, кнопки, разделы вы можете настроить, не модифицируя компонент. Ну и поддерживаются все нововведения, как я уже и сказал. Движемся дальше, у нас не так уже много времени. Персональный раздел покупателя. Вы видите, мы потихонечку реконструируем все составные части интернет-магазина. Сначала мы модифицировали ядро, теперь мы модифицируем те части, из которых состоит магазин. Персональный раздел покупателя. Главное его отличие в том, что этот раздел состоит из множества компонентов в старой схеме работы магазина. И настройка его создавала достаточно большие трудности для владельцев этого магазина. Теперь это комплексный компонент, который, установив на страницу, автоматически настроит персональный раздел, и вы сможете его использовать сразу же после установки. Вообще он стал прилично выглядеть. Он стал красивым. Навигация по нему стала удобной. Мы обсуждали, Дима говорит, мне очень нравится система. Это чисто визуально, плиточка, тут еще и симпатичная. Да, но, конечно, он стал еще и более функциональным. Мы не сможем сейчас детально показать всю процедуру. Он, кстати, уже вышел. Если я не ошибаюсь, наверняка уже многие попробовали, настроили, посмотрели, как работает этот компонент. Хотелось бы отметить один сценарий, который доступен сегодня в этом компоненте. Это пополнение денег на счет. Вообще внутренние счета очень активно используются, например, при отмене заказа, возврат денег на счет. Либо здесь демонстрируется пополнение денег на счет. Раздел переработан, и теми платежными системами, которые есть в магазине, теперь можно закинуть денег вперед и в дальнейшем производить покупку в интернет-магазине, используя внутренние счета. Очень частый и очень популярный сценарий. Персональный раздел покупателя. Итак, мы его перевели в полное соответствие D7. Современный раздел покупателя, современный дизайн, единый комплексный компонент, легко кастомизировать. Подписка на товары. Расскажи, Юр, почему появился этот раздел? Это не раздел, ну, это можно сказать не раздел. Это возможность, которая включается в товары, в списки товаров, что вы можете указать, что если товар закончился, вы можете на него подписаться. Подписка поддерживает товары с торговыми предложениями. Можно подписаться даже на какое-то конкретное торговое предложение, конкретный размер, конкретный цвет, которого не хватает в этом магазине. После того, как подписка произойдет, товар появится в магазине, вам придет письмо-уведомление с ссылочкой на данный товар. Перейдя по ссылке, товар окажется в корзине, и вы сможете очень быстро оформить заказ на данный товар, который вы ждали. Действительно, если нет кроссовок нужного размера, вам нравится какая-то модель, вы можете поставить нужный размер на мониторинг и сегодня подключить подписку на товары. Очень интересная часть этого релиза, которую, в принципе, можно назвать чуть ли не важнейшей частью релиза. Мы поддерживали целые отрасли – одежду, аксессуары, шины, диски, мебель, бытовую технику, электронику, детские товары. И в этот раз мы решили, что необходимо поддержать ритейл продуктов питания. У этой категории продуктов, товаров, есть некоторая особенность. Во-первых, возможность продавать разными объемами с общего остатка. То есть купили большой объем сыра, в дальнейшем начинаем нарезать, предоставляя его фрагментами. Автоматическая система огрубления, необходимость регулярных потуп, покупок, повторение ассортимента, общий остаток. И это работает не только для продуктов питания. Это работает… И строительные, и аптеки, и кондитерское производство. Да, да. В этих тоже есть особенности того, что мы назвали фуд-ритейлом. Поэтому… Фуд-ритейл гвоздей. Купил ящик гвоздей и потихонечку продаешь. Давайте продемонстрируем, как это работает. Заходим в какой-нибудь товар. Предположим, пусть это будет колбаска. Мы видим, что ее можно купить по 100, 250, 500 грамм. Выбирая конкретный размер развески, мы видим, что можно добавить или еще это количество. Важная особенность для фуд-ритейла – это возможность списания с общего остатка. Раньше можно было тоже на основе торговых предложений сделать какую-то нарезку. Мы ее показывали на кофе в предыдущих презентациях или на чае. Но это делались отдельные компоненты. Требовалась постоянная предразвеска. Если кончался какой-то конкретный компонент, то есть по 500 грамм, вы не могли его купить, хотя у вас на остатке был еще килограмм. Теперь это списывается все с общего остатка, и вы можете очень легко продавать весовые товары. Фуд-ритейл очень быстро растет. Клиенты заключают новые проекты и запускают новые проекты. В прошлом месяце начался пилотный проект. Я, к сожалению, не могу прям анонсировать до тех пор, пока он не будет завершен. С крупнейшим ритейлером в стране, который продает продукты питания. И на нашей платформе они будут разрабатывать интернет-магазин для клиентов и для P2B клиентов. То есть для тех, кто работают непосредственно с бизнесом. Мы уверены, что вы сможете предложить эти решения своим клиентам. Другие обновления e-commerce платформы? Я очень часто выступаю с докладами и в Украине, и чуть реже в Беларуси. И каждый раз после мероприятия ко мне подходят люди и говорят, «Все замечательно, прекрасный инструмент для работы с каталогом». У нас так часто происходят колебания валюты. Нам так часто приходится менять цен. Дайте нам какой-нибудь инструмент для этого. Наконец-то... И мы разработали этот инструмент. Юр, расскажешь? Выбираете категорию товаров, выбираете изменение цен. Переходим в редактирование этих цен. Мы видим настройку, в которой можно выбрать, в какую сторону сделать округление этой цены, выбрать степень округления. В данном случае я выбираю округление до 50. Можно установить в процентах... Это то, что называют красивые цены. Да. Красивые цены немножко не то. Это когда можно отнять единичку, например, если цена 2000 рублей, и сделать ее 1999. Я выбрал какие-то настройки, которые мне не хватило. Запускаю пересчет цен. Все, цены пересчитались в каталоге. Фактически это происходит мгновенно. Переходим в публичный раздел и видим, что все цены округлены до 50. То есть мы округлили их до 50. Цены были пересчитаны на плюс 20%. Промоутер скидок акций. Тоже классная штука. Инструменты для увеличения среднего чека. Ими владеют практически все руководители. Слушай, ну непонятно. Почему? Что такое промоутер? Продвигатель. Очень долго выбирали слово. И решили, что самая лучшая аналогия, это когда мы приходим в магазин, стоит какой-то столик, и нам предлагают. Вот смотрите, вы возьмете, если две величины, третью вы получите в подарок. Или вы можете набрать какие-то составляющие. Или не хватает до какой-нибудь. Например, у вас там товар на 2000, вернее, вы положили в корзину на 1900, а вот если доберете до 2000, будет какая-то плюшка, скидка. При оформлении заказа, при просмотре, при добавлении в корзину, при просмотре товара в корзине, мы можем подсказать теперь, что есть скидки, и если вы чуть-чуть доберете, вот доберите 500 рублей, у вас будет дополнительная скидка. Доберите несколько единиц, вы получите дополнительные преимущества. Как раз отличные инструменты для увеличения среднего чека и конверсии в вашем интернет-магазине. В новой версии e-commerce платформы мы обновили доставки. Самым важным изменением, которое появилось, это возможность устанавливать для доставки какие-то ограничители. Это могут быть ограничители по весу, по региону, по каким-то параметрам, которым необходимы вам. Теперь есть возможность пересчитывать доставку во время оформления заказа бесконечное количество раз. Клиент может сам использовать какие-то опции, он видит, что нужно груз хрупкий, нужно сделать обрешетку, нужно застраховать этот груз или выбрать какие-то опции. Цена будет изменяться, и клиент будет сам решать для себя, что для него важнее, чтобы товар доехал или чтобы он по пути разбился. Я правильно понимаю, что эти все опции приходят и загружаются через API служб доставки? Да, мы забираем эти опции. Если эта служба поддерживает такие опции, то вы сможете предложить и показать их клиенту. В конце дня, опять-таки, используя API доставочных систем, мы можем сформировать весь список заказов, которые происходили за сегодняшний день, за неделю, за месяц, и отправить заявку в службу доставки на забор груза. Служба приедет, это может быть, например, ПЭК, заберет этот груз и доставит его клиентам. Похожие изменения произошли в оплатах. Те же самые изменения можно будет сделать в оплате. В оплате это можно использовать, например, когда необходимо указать, что курьер должен привести обязательно сдачу. Вы ставите галочку, что мне необходимо сдача, указываете ту купюру, которая есть у вас, например, 5000 рублей, а заказ на 200. Значит, курьеру нужно захватить с собой сдачу на 4800 рублей. Холдинговая структура. Концепция магазинов меняется. Помните, был некий период, когда для каждого региона или для каждого сайта создавался Калининград магазин. И создавались отдельные домены для каждого города. На сегодняшний момент магазин рассуждает по-другому. Наша цель – собрать заказ. От того, где находится товар, то есть как бы каталог теперь у всех общий, но может меняться только время доставки. Да, например, телефон есть, но он находится в Питере. И время доставки будет не один день, как обычно, а, например, два дня. Просто потому, что в зависимости от этого произойдет расчет. Ну и другая часть – это реалии современности, когда в каждом городе есть отдельное юрлицо, которое торгует, принимает деньги и обрабатывает физически клиент. Мы разделили холдинговую структуру на четыре этапа. Это было огромное изменение внутри платформы. Выпущен третий этап в данном случае. Что происходит при выборе? Вы можете указать конкретно юрлицо, которое будет отражено в документах. То есть печатные формы документов будут, вы выбрали Калининград, соответственно, будут печатные формы того юрлица, который торгует в Калининграде. Будет представлен список платежных систем, которые обрабатываются Калининградом. Будет выбор тех служб доставки с теми сроками, которые они смогут предоставить для данного региона в виде выбора доставок. И в конце менеджеры, которые отвечают за данный регион, получат конкретный заказ. То есть если заказ для Калининграда, мы знаем, что три менеджера курируют Калининград. Этим менеджерам будет автоматически привязан заказ в списке заказов. Они будут видеть только свои заказы. Так выглядит релиз по e-commerce D7. Чтобы не повторяться, но тем не менее завершить эту часть, я хотел бы поблагодарить Юру Волошину за то, что он делает такую большую работу, общаясь с клиентами, собирая данные и требования по необходимым по магазину. И направляет, по большому счету, нас по доработкам e-commerce платформы. Ну что ж, переходим еще, наверное, к незавершающей, но очень важной части презентации. Ускоряем платформу D7. Вообще скорость в каждом релизе обязательно существует объем работ. Есть сотрудники, которые отвечают за производительность, которые делают только нагрузочные тесты. У нас есть целый блок того, что мы предоставляем и реализуем по скорости. У нас есть несколько инструментов, которые уже готовы и уже помогают людям ускорять свои цифры. Мы представили автокомпозит. Огромный шаг вперед. Но есть еще три элемента, которые мы хотели вам представить. Давайте по порядку. А, сначала немножко сертификатов. Да, действительно, у нас есть сертификаты. И, скорее всего, после выпуска сейчас всех обновлений, мы будем обновлять сертификаты и перевыпускать их, делать новые нагрузочные тесты. Но прежде чем повторять эти цифры, я бы хотел сказать, что вообще задача ускорения ядра платформы важна и для каждого клиента, и вообще для управления сайтом, и для Bitrix24. Для каждого клиента важно, даже независимо от композита, чтобы платформа работала быстрее. Мы провели тестирование, выполнив подготовку ядра, сделав его совместимым с PHP 7, взяв наш эталонный интернет-магазин и, по-моему, миллион программных страниц, которые выполнялись для теста, мы провели тестирование, по сути, одинакового продукта в двух разных условиях. Для PHP 5.6 и для PHP 7. Разница огромная. Собственно, графики показывают время создания страницы. Уменьшается существенно нагрузка на процессоры. Память, это фантастика, потребляется в три раза меньше. Индекс производительности наш, которым и мы, и вы, и хостеры очень часто работаем, увеличивается в два раза. И весь магазин становится в два раза быстрее. И вообще любой сайт становится в два раза быстрее. Мы поддержали PHP 7, сделали его стандартной частью платформы, реконструировали свои части. Не забывайте, что вам для подготовки своих проектов необходимо будет выполнить со своей стороны работы. Поэтому мы вам рекомендуем посмотреть доклады коллег. Сегодня доклад 16.30 Денис Шаромов, Вадим Думбровану в зале Китай. Обязательно приходите, будем рассказывать про ускорение сайта. Которым вы сможете воспользоваться в ближайшее время. Конечно, мы обновили виртуальную машину. Теперь она поддерживает новый CentOS, NGINX, PHP 7, новая MySQL, платформа, новая обновленная платформа. Highload cache. Это спор был. Нужно ли добавлять этот слайд или нет? На самом деле я очень горжусь. И мне кажется, такие вещи надо рассказывать. Если мы этого не расскажем, то наверняка и не узнаете, и не сможете представить, какие задачи решают. Матч ТВ. Этот сайт работает на 1С Битрикс. Вы представляете, какая нагрузка, когда футбол? Две страницы. Главная страница – страница онлайн-трансляции. Тысячи запросов в секунду к программной части. Этот проект делает артикул. Большие молодцы. Прекрасный проект. И на самом деле высоконагруженный проект. И вообще, наверное, это пример очень хорошей координации между нами, партнером и между клиентом, когда для высоконагруженного проекта мы выявили очень любопытную ситуацию. По бизнес-логике у клиента стоял особый компонент, который на самом деле ресурсоемкий. Но они могли его кэшировать на 10 минут. Но получалась странная ситуация. Когда эти 10 минут проходили, вы видите эти пики. Когда одновременно эту страницу начинали исполнять тысячи потоков, которые приходили и видели, что актуального кэша нет. В итоге при таких нагрузках, которые выдерживал проект, вот эти пилы или эти пики становились очень существенной проблемой для проекта. Мы разработали технологию, которую мы называем high-load кэш. Которую иногда, мы с Олегом Буниным обсуждали этот сценарий, я его спрашивал, слушай, как нам назвать? Ты когда-нибудь встречал подобное? Он говорит, мы иногда такие делаем вещи на high-load проектах индивидуально, но никогда не встречал этого в продуктах. В общем, наверное, названия нет. Но мы разработали технологию, по которой в момент, когда проходит эти 10 минут условных, мы запускаем только один процесс, который пересоздает этот элемент. Все остальные процессы, доли и секунды, получают предыдущую версию кэша. И только после этого все начинают дальше работать. Элемент обновляется. Знаешь, мне это напоминает, слева был кэш курильщика, а справа кэш здорового сайта. Ты знаешь, очень похоже. Хорошая аналогия. High-load кэш. Он теперь стал составной частью всей платформы. То есть все элементы, часть ядра работают теперь по принципам высоконагруженных проектов. Исключается одновременное обновление данных несколькими потоками, что, как вы видите, приводит к равномерности и к заметному снижению нагрузки на оборудование. Вот эти пиковые нагрузки, они достаточно большую проблему составляли. Поддержка веб-кластера, работа с файлами. Все это составная часть ускорения платформы D7, которую мы вам представили на сегодняшний момент. Ну что ж, мне кажется, мы представили все составные части этого продукта. Масса крутейших штук, которые у нас уже вышли или выйдут вот-вот. Версия 16.5. Мы представили полный блок коммуникаций на сайт. Это онлайн-чат на сайт, это открытые линии, CRM-форумы для вашего сайта. Обратный звонок. Автокомпозит. Большие данные с облаком интересов. Большой блок по развитию платформы e-commerce. И, без сомнения, ускорение платформы в два раза. Цены для управления сайтом и для Enterprise-версии не меняются, остаются теми же самыми. Что и когда? Да, это главный вопрос. Нам его задают и для Bitrix24, и задают для управления сайтом. Уже многое из того, что мы представили, вышло. Я не буду сейчас перечислять, но вот эти блоки, пожалуй, только мы представили открытые линии, но сейчас еще нет интеграционного внутри продукта, интеграционной страницы. Эту часть мы представим по коммуникациям в ближайшее время. И вот HighloadCash, если я не ошибаюсь, Максим Смирнов уже подготовил, но решил, что отдаст после конференции. Знаете, так бывает. В течение лета мы решили не устанавливать точный срок, потому что есть отпуска, есть движение по людям. Тем не менее, мы будем последовательно в течение ближайших месяцев выпускать онлайн-чат, обратный звонок, разделы покупателя, подписки, холдинг и фут-ритейл. Очень многое из того, что мы уже представили, готовы. Я очень рад представлять вам этот релиз 16.5. И отдельно хотел бы поблагодарить коллектив ребят, всю команду, которые в этом году, в этом полугодии, разработали, начиная от прекрасной стратегии по развитию продуктов, выполнили прекрасную реализацию этих решений. На этой конференции присутствует почти 50 человек нашей команды, а на сегодняшний момент она насчитывает 170 человек. Спасибо большое, я очень горжусь этим коллективом. Коллеги, спасибо вам большое. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. В самом начале я говорил о том, что вопросы мы принимаем только через онлайн-чат на сайте трансляции, на странице трансляции и через приложение, которое вы наверняка успели установить. Теги Bittrex.de и Bittrex.conf. У нас коллеги готовы, подготовили уже вопросы. Нам будут коллеги помогать. И мы готовы отвечать на вопросы. Сергей Кудышов, Михаил Беляев. Пожалуйста. Вопросов на самом деле немало. Мы на них отвечаем и в приложении. Я несколько озвучу вслух. Очень много вопросов по открытым линиям. С каких редакций в Bittrex управлении сайтом будут доступны открытые линии, чаты? Это только e-commerce проекты или это любые редакции? Это будут любые редакции. То есть открытые линии, весь коммуникационный блок будет доступен клиентам всех редакций управления сайтом. Отлично. Скажите, что можно будет настраивать в виджетах, чаты и кнопки? Какие есть возможности для кастомизации? Часть параметров мы продемонстрировали. Это первая часть релиза. Есть большой план по донастройкам, как мы говорим, виджетов. И я думаю, что в течение лета, наверное, осенью мы представим дополнение. Вопрос с точки зрения оператора. Может ли оператор работать только с десктопа или ему достаточно мобильного телефона, чтобы коммуницировать с клиентами? Это зависит от выбора клиента. То есть вы можете работать и в десктоп-приложении, можете в мобильном приложении. То есть полноценно мобильное приложение можно было изучать. Мобильное приложение полностью поддерживает функционал. Это, кстати, огромное преимущество. Ведь достаточно сложно все время находиться в онлайне. Если вам написали в открытую линию, в сообщение приходит пуш, сообщение на ваш мобильный телефон, и вы буквально через несколько секунд уже можете подключиться для коммуникации с вашим клиентом. Интересный вопрос по открытым линиям. Могут ли открытые линии понять, что в разных каналах, например, в фейсбуке и в чате находится один и тот же клиент? Умеют ли они проверять такое? Да, это очень хороший вопрос. На сегодняшний момент пока мы не умеем соединять эти каналы. Но тем не менее мы уверены, что CRM научится в итоге соединять каналы и узнавать клиентов, даже если он будет приходить по другим каналам. Окей, немножко ускоримся. Вопросы по другой тематике, по автокомпозиту. У нас есть компетенция для партнеров, которые умеют настраивать автокомпозиты. Партнеры переживают с появлением автокомпозита. Останется ли компетенция, будут ли у них баллы, что произойдет? Компетенция останется. И мы уверены, что будут проекты, в которых, возможно, потребуется какая-то детальная настройка, создание динамических компонентов, создание закрытых разделов. Я думаю, что в ближайшее время мы представим обновление, представим автокомпозит. Вместе все попробуем повключать его на своих проектах, оценим, убедимся, что все в точности достигаем по нашим целям. Ну и дальше уже, наверное, с партнерами скоординируемся и примем решение, как развивать это направление. Давайте финальный вопрос про Big Data. Облако интересов собирает информацию только о пользователях, которые были на сайтах на платформе 1SBitrix. Или если я посмотрю тот же автомобиль на сайте на другой CMS, на другой платформе совершенно, вы об этом тоже узнаете? Да. На сегодняшний момент мы собираем данные в первую очередь на платформе 1SBitrix. Тем не менее, мы готовы предоставлять этот счетчик и давать возможность ставить его на других сайтах. Вообще, будет большая польза в том числе для вас собирать или наполнять профили ваших посетителей, если у вас, например, сайт на другой платформе. То есть мы планируем расширить круг проектов. Но на сегодняшний момент 100 тысяч сайтов работают, ну как минимум в онлайне находятся. Там есть у нас специальный, как это называется, там период, в течение которого пользователь мониторится, и облако интересов считается актуальным. По предварительным оценкам и вот по текущим собираемым данным, через него проходит, ну примерно 65 миллионов человек. Это очень похоже, что большая часть аудитории Рунета, тех, кто работают проектами. Давайте финализируем последний вопрос. Вон не очень к презентации. Коллеги спрашивают, что у меня за тату на руке. Можете рассказать? Для тех, кто сейчас находится в зале, некоторые из вас получили такую печать, татушечку, можно назвать штампик себе на руку, для того, чтобы почувствовать геймификацией. Все очень просто. Здесь несколько категорий. Партнеры, наши сотрудники, клиенты. Каждому из них соответствуют разные карточные масти. Задача – найти человека, чтобы собрать полный комплект четырех мастей, сфотографироваться, выложить эту фоточку в Инстаграме, показать нам, и вы получите какие-то особенные плюшки от нас. Хэштег нужен какой-то? Да, можно указать наши хэштеги BittrexD, BittrexConf, тогда мы узнаем о том, что вы выложили такую фоточку. Похоже, нам пора убегать. Спасибо всем большое. Спасибо за прекрасную презентацию коллегам.